МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие товарищи! Оргкомитет поручил мне начать нашу конференцию, которая называется «Ленинское учение о диктатуре паралитареата и современности». Конференция наша немножко идет позднее, чем отмечали мы годовщину рождения Ленина, но вы знаете, что нынче в стране сложная медицинская ситуация. Мы, выполняя все правила, выступаем и находимся в специально подготовленном, изолированном помещении, сами изолированы. Поэтому, как говорится, выполняем требования нынешней обстановки. Разрешите мне предоставить первое слово председателю оргкомитета конференции Галко Виктору Ивановичу, кандидату экономических наук. Дорогие товарищи, мы рады всех вас приветствовать и видеть в этом замечательном помещении Дома-музея Елизаровых, где мы стали традиционно проводить ежегодные конференции. Итак, сегодня будет проведена научно-практическая конференция, посвященная 150-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Тема конференции «Ленинское учение о диктатуре пролетариата и современности». Эта тема была выбрана не случайно, потому что диктатура пролетариата – это главное в ленинизме. Это тот стержень, на котором строится, если можно так выразиться, здание ленинизма. Это та красная черта, которая отделяет настоящих коммунистов от ненастоящих. Левых от так называемых левых. Я думаю, что это настолько многогранное понятие – диктатура пролетариата. И если посмотреть по темам выступлений, то есть они затрагивают разные аспекты, разные стороны диктатуры пролетариата, но в целом получается именно раскрытие этой темы. По нашим выступающим. Организатором конференции выступил Красный университет Фонда рабочей академии. И традиционно участниками конференции являются слушатели Красного университета, преподаватели Красного университета, а также организаторы и руководители рабочих коммунистических организаций. Александр Сергеевич уже помянул известные обстоятельства, которые всегда вмешивались и будут вмешиваться в наши дела. К сожалению, не приехали наши друзья и соратники из-за границы, из других городов, но прислали поздравления и пожелания нашей конференции. В частности, наш известный товарищ-единомышленник, член Коммунистической партии Бельгии Жеф Басует, передал пожелания успешной работы конференции. И также он передал пожелания от наших корейских товарищей с антиэмпериористической, с антиамериканской платформы. Поэтому я уверен, конференция пройдет на высоком уровне. Продолжение следует...